Приветствую всех любителей игры Skyforge! Наконец-то вот начался ивент Тёплый бриз в Skyforge и запустили вот такие вот два вида гоночек. Первая это тренировка Тёплый бриз, где тут катаешься один, собираешь монетки, дают награду солнечные монетки. И вторая гонка это соревнуешься с четырьмя другими игроками. Называется соревнование Тёплый бриз. Нам дают также солнечные монетки и кредиты. И в этом видео я расскажу, как легко проходить вот эти вот соревнования. Ну, по крайней мере, вот это вот будет легко проходить соревнуюсь с другими игроками. А вот это вот, когда собираешь там, чем больше монеток собираешь, то уже там посложнее будет. Ну, первонаперво и самая важная штука, которую нужно сделать перед тем, как ты собираешься пойти вот на эти гонки, это зайти в свои настройки. Так как вот эти вот гоночки, они очень требовательны к пингу. Там нужно будет очень четкое нажимание кнопок и очень быстрое реагирование на препятствия и там различные ситуации, в которые ты будешь попадать. И поэтому первонаперво нужно зайти вот сюда в настройки. Это если у вас слабый компьютер, если у вас компьютер там супер-мега мощный с RTX 3000, то сюда вам можно даже и не заходить. А если вот, например, у меня стоит вот карточка NVIDIA GeForce 700, GTX 745, это вообще, короче, древняя, заходим в док настройки и если у вас пинг примерно, мне, например, комфортно проходить гоночки с пингом, чтобы было выше 50, где-то вот я на от 70 до 80. И вот эта вот штучка, которая называется масштабирование 3D изображения, ее можно двигать вправо и влево. Если вы движете ее влево, то как бы у вас появляется, в самой графике игры появляются пиксели, такие маленькие квадратики, но зато ваша, ваша пинг повышается из-за вот этого, из-за того, что графика у вас снижается качество графики. Короче, ну, остальные вообще можно даже не трогать, чтобы не заморачиваться. Просто вот эта вот самая главная штука, которую я, когда я иду на гонки, я ее, короче, понижаю. График, конечно, у меня становится похуже, но зато пинг вырастает и я могу там своевременно действовать, перепрыгивать и нажимать кнопки. Также еще для удобства я захожу в управление и вот тут, например, стоит прыжок на Space, там нужно будет очень много раз перепрыгивать с платформы на платформу. Обычно я за место Space ставлю у себя какую-нибудь другую клавишу, например, вот вверх клавиша или еще какая-нибудь другая, которая поменьше, потому что Space клавиша, она такая здоровенная, чуть ли не полка авиалатуры. Ее... и она обычно там ерундит, и ее не пожим... не понажимаешь слишком часто, как бы она такой... нету такого, лучше какую-нибудь маленькую кнопочку поставить, когда ты будешь четко и резко ее нажимать, эту кнопочку, и будет персонаж очень хорошо перепрыгивать через препятствия и платформы, куда нужно. Ну и чтобы моя болтовня не была пустой, давайте я также прокомментирую свое прохождение трассы и в наиболее сложных участках я покажу, какие там бывают затруднения прохождения трассы и какие особенности. И какие-то... также там очень много багов встречается на этой трассе, которые нужно знать, и еще также лучше всего несколько раз пройти трассу, чтобы, если кто первый раз играет, ну, несколько раз ее пробежать, чтобы примерно запомнить, что и где нужно будет в этой трассе делать. Ладно, давайте переходим и на трассу и смотрим. 3, 2, 1. Поехали. Ну, здесь первоначально тут особо не сложно, только могут вначале вмешаться другие игроки, а так просто проезжаешь мимо бомбочек. И вот здесь вот небольшая особенность, нужно... я обычно здесь перепрыгиваю с запасом, то есть я прыгиваю не в самый последний момент прыжка, а до того, как... короче, немного пораньше, потому что там будут вот эти вот ускорялки, которые вот это вот... вот она, желтая, ты на нее напрыгиваешь, она тебя ускоряет, ты, получается, ускоряешься, и лучше всего прыгать немножко заранее, а то ты можешь просто влететь в пропасть. Здесь вот тоже они везде разбросаны. Получается, ты их собираешь и твоя скорость ускоряется. Вот сейчас, видите, вот... Так, здесь вот уже появляются вот такие вот лазеры, которые рандомно двигаются вправо-влево и взад-вперед. Их тоже нужно аккуратно объезжать. А вот сейчас уже начинается сложный момент, тут лучше... тут получается... сейчас вот здесь вот лучше сильно не разгоняться, здесь немного притормаживать, и вот это вот... вот этот платформочек, который сейчас я на нее прыгаю, вот так вот лучше на нее прыгать, затем сразу же где-то с середины платформы прыгаем на левую платформу, так как там есть ускорение. И потом сразу прыгаем на правую платформу, и я обычно прожимаю сразу кнопку направо, чтобы не вперед, а направо. И вот там вот впереди, видите, такие вот начинаются уже преграды. Они... они эти преграды иногда даже багаются, потому что ты собираешься прыгать, например, здесь вот на эту платформу, вот сюда вот. Она иногда бывает там вдалеке, а иногда бывает здесь уже на краю платформы или почти на краю платформы, и поэтому лучше всего здесь прыжок делать... прижимать его вправо или влево, а не просто ехать вперед и делать прыжок вперед. Получается вправо и влево, чтобы как бы немного отпрыгать от вот этой вот преграды, которые вот этих вот кубиков, и чтобы затем ты смог еще раз ее перепрыгнуть. Ну и здесь далее тоже тут особо трудностей не составляет. Следующий этап, опять бы, вот эти вот появляются преграды. И нужно быть здесь внимательнее с тем, что они иногда, видите, вот сейчас вот эта вот преграда, она уже сверху опускается вниз. И иногда бывает, что ты даже ее так не замечаешь, едешь, а ты можешь прям в нее попасть, и все считается. Улетела вниз, тебя там обогнали другие соперники. А иногда даже бывает, что вот эти вот преграды по две вот так вот вылазит, но это там уже будет дальше момент. Да, здесь чуть-чуть я забыл сказать, что в начале, когда вот на эти вот платформочки перепрыгивают, что лучше просто не прыгать, а просто едешь спокойно вперед, а прыжки уже можно будет нажимать дальше. И опять здесь уже получается комбинирование вот. Вот эти лазеры появляются и перепрыгивание через платформы. Так вот, опять вот этот момент сейчас было, видите ли, сейчас было вот эти вот платформы, их было две штуки, а вот этот вот вот этот вот участок тоже очень опасный, я много раз здесь засирался. Видите, здесь получается сейчас вот она одна, и она как бы там на краю двигается, и она вот будет двигаться сюда, на меня, и там уже будет появляться новая платформа, и можно вот попасть в такой, короче, временной промежуток, что они могут на тебя свалиться сверху, и ты даже не сможешь их перепрыгнуть. И сзади там уже, вон, виднеются эти самые тоже преграды. Здесь тоже вот появились вот такие вот эти самые платформочки, которые вот фиолетового и зеленого цветов. Получается, что вот если платформочка загорается фиолетовым, то это значит, примерно через несколько секунд она уже будет, если ты на нее наступишь, то ты улетишь вниз. То есть тебе нужно прыгать всегда будет только на зеленые вот такие вот платформы, но если вот зеленая платформа только-только вот появилась фиолетовая, то ты еще можешь на ее прыгнуть, если успеешь, то на где-то на одну-две секунды, но это уже если ты точно уверен, что ты успеешь. А если вот чисто на фиолетовую платформу, то лучше не прыгать. Ну или прыгать, если ты видишь рядом вот зеленая, она уже начинает там цвет менять. И если ты точно знаешь, что вот тут уже сейчас будет зеленая, то можно в этом случае прыгать уже на фиолетовую, когда она будет менять цвет. Вот видите, я прыгнул на фиолетовую только потому, что она только что стала фиолетовой. Пару секунд на нее еще можно прыгнуть, а потом уже, когда она уже будет просто ставить фиолетовую, то провалишь сразу. Пару секунд она активно после зеленой. Здесь вот то же самое с этими платформами. Вот сейчас будет зеленая. Раз фиолетовая я не проявился, я успел. Здесь так же вот. Ну и тут опять вот куча лазеров. Тут уже надо их успевать обходить и обязательно собирать вот эти вот ускорения. Ускорение накопилось ровно 100. Больше 100 ускорений не накапливается. Здесь я тоже вот в этом моменте я очень часто засирался вот из-за этого лазера и поэтому я здесь прыгаю прыжком наискосок. Не прямо, а наискосок, чтобы уж наверняка перепрыгать вам на ту платформу. Ну и тут опять вот пошли платформы. Прыгаешь по зеленым или прыгаешь на фиолетовую, если она только-только стала фиолетовой. А чисто на фиолетовую лучше не прыгать, а то провалишься. Так, ну и дальше тут тоже опять пошли эти колючки. Здесь вот опять вот эти появляются преграды. Вот сейчас видите вот этот опасный момент. Вот этот вот я вот сейчас буду брать ускорение и вот эта вот преграда уже опускается. И да, даже сам не знаю, как я-то не запоролся на ней. И здесь тоже вот перепрыгиваю не через эти вот платформы. Здесь опасно тем, что есть ускорение и нужно прыгать с запасом. То есть ты только прыгнул и сразу делаешь другой прыжок сразу же. Если ты будешь там медлить тормозить, то улетишь вниз или там на колючки попадешь. Также фишка в том, что если ты прыгаешь, вверх прыгнул, то ты в полете можешь менять направление своего прыжка. Это тоже очень помогает. Тут вот тоже я очень часто запарывался. Вот сейчас заметили, я два раза аж даже на две платформы прыгнул, которая была аж фиолетовая. Даже не знаю, тут просто повезло. Здесь вот то, про что я говорил, что ты просто прыгаешь и потом уже когда ты в полете корректируешь свое направление, чтобы не попадать под лазеры. Так, здесь тоже я очень часто вроде здесь место вот это вот легкое. Нужно перепрыгнуть такую вот тоненькую траншейку, но почему-то я очень часто здесь тоже засирался и поэтому я перепрыгиваю через него вот этим наискосок прыжком, то есть вправо и влево прыжком, чтобы уже наверняка было. Ну и вот вся трасса, короче, не особо она и сложная. Получается, вот нас дают за трассу, гоночную трассу, теплый бриз, сто вот этих вот солнечных монеток, но лучше всего фармить в счастливые часы. Счастливые часы они там по расписанию, по московскому времени получается, по-моему, там с 11 до 12 часов, потом с 4 до 5 часов вечера и совсем вечером где-то с 7 до 9 часов вечера. Да, вот в эти вот счастливые часы там помимо вот этих вот наград зеленых солнечных монеток дают еще сундучки солнечные из этих солнечных сундучков с наградой. С них могут также падать вот эти вот солнечные монетки, но также могут падать из них прямо уже целые награды, например, там целые костюмы или там различные там, что там еще есть. Ну, короче, цельные награды, которые есть вот в распродаже, в наградах самих. На этом, наверное, я уже буду завершать мое видео типа гайда насчет прохождения гоночных трасс вот в этом вот ивенте теплый бриз. Монеток я себе нафармить еще не успел, поэтому обзор наград пока что делать не буду, сделаю его позже. Всем спасибо за просмотр и пока.